Здравствуйте, уважаемые товарищи! Специальная военная операция потребовала вывещения производства вооружений в достаточно короткие сроки. Как достигается эта задача, как она решается? Вот мы читаем следующее сообщение. ТАСС от 16 декабря. Выполняющие гособоронзаказ завода Свердловской области, где находятся крупные предприятия Ростеха, Алмаз, Антея и Роскосмоса, перешли на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщил в пятницу председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Митлужских на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Да, они сейчас работают 6 дней, а не 5 дней в неделю. Да, по законодательству можно чуть ли не ежедневно до 4 часов увеличивать рабочий день в целях производства необходимости, то есть по 12 часов работать. Да, можно отзывать из отпусков и пока не предоставлять отпуска, это все касается предприятий, работающих на оборону и машиностроение. При этом там совершенно точно повышенные оплаты, также мы следим, чтобы не было злоупотреблений, чтобы тех, кто производит гражданскую продукцию, не касались эти нормы, сказал он. Он это Андрей Митлужских, председатель Федерации профсоюзов региона Свердловского. Как мы видим, значит, в качестве средства обеспечения потребностей специальной военной операции избрано увеличение продолжительности работы, то есть широкое использование сверхурочного труда. О чем это говорит? Это говорит о том, что в российской промышленности острый дефицит рабочих кадров. Поскольку, если бы был такой резерв рабочих кадров, подготовленных, то, разумеется, не было бы необходимости переходить на такие графики труда, которые явным образом отклоняются от нормальных, то есть установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Спрашивается, что же стало причиной такого дефицита рабочих кадров? Ну, как мы понимаем, объем труда рабочих зависит от того, какие средства производства используются. Мы знаем, что средства производства прогрессивные обеспечивают экономию труда, то есть высвобождение труда рабочих, который может использоваться в разных формах для сокращения рабочего и увеличения свободного времени самих рабочих, для увеличения занятых в непроизводственной сфере, для увеличения свободного времени общества помимо непроизводственной сферы деятельности. Короче говоря, значит, техника должна экономить живой труд рабочих, новая техника. Поэтому, если регулярно обновляется производство на прогрессивной технической основе, то потребность в труде рабочих должна неуклонно сокращаться. Я не говорю потребность в рабочих, потому что потребность в рабочих может даже, так сказать, по числу занятых трудом рабочих может увеличиваться. Если мы сокращаем рабочий день и рабочее время в целом быстрее, чем увеличивается число занятых рабочих, то тем самым мы видим два одновременных процесса, когда число рабочих увеличивается, а фонд рабочего времени этих рабочих сокращается. То есть потребность в массе труда рабочих сокращается. Итак, если мы пришли к такой ситуации, что по всей промышленности наблюдается острый дефицит рабочих кадров, и не только по всей промышленности, но и по всей производственной сфере, включая, например, строительство, то очевидно, это свидетельство, что существовали и существуют проблемы в обеспечении научно-технического прогресса в производстве, в использовании новой техники. Ну что ж, давайте на это обратим внимание. Здесь действительно положение очень и очень неблагополучное. Ну, известно, что новая техника производится в обрабатывающих производствах, и в конкретном машиностроении, а доля обрабатывающих производств, то есть тех производств, которые заняты переработкой сырья и материалов, а не первичной добычей сырья и материалов, доля этих производств в российской экономике, к сожалению, не такая уж и большая, то есть, точнее говоря, она отклоняется от того, что считается нормой. То есть, в 2020 году доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства в целом составляла на 68%, при том, что пороговым значением считается 70%. То есть, если ниже 70%, то это уже говорит о пропорции в промышленности. Но, больше того, понятно, что средства производства, которые применяются для экономии труда, непосредственно производятся в машиностроении. Поэтому очень интересный вопрос, какова доля машиностроения в общем объеме промышленного производства. Так вот, доля производства машиностроения в общем объеме промышленного производства в России составляет в 2020 году 18,5%. Пороговым значением считается 20%. То есть, здесь мы тоже ниже того порога, который, ну, хоть в какой-то степени соответствует задаче обновления сферы производства на новой технической основе. Ну, хорошо, может быть, мы так быстро развиваемся, что нам и не нужно высокий процентаж, что называется, машиностроения. А в машиностроении мы понимаем, что включается и станкостроение, которое прямо создаёт оборудование, экономящее труд. Ну, давайте посмотрим, какова доля инвестиций в основной капитал в воловом внутреннем продукте. Эта доля с небольшими колебаниями изменялась, начиная с 2014 года и в настоящее время составляет около 21%. 21%. За пороговое значение специалисты принимают 25%. То есть, на цели обновления производства, производственной базы, точнее говоря, замены старого оборудования, введения в строй нового оборудования, расходуется меньше 25% от волового внутреннего продукта. Для справки, значит, в период активной индустерилизации в Китае доля, доля инвестиций в основной капитал в составе ВВП составляла 43%. Вот сравните, 21% с небольшим в нынешней России и 43% в Китае в период его бурного развития. Сейчас, вероятно, доля несколько ниже, но тем не менее, когда шла бурная индустерилизация обновления технического базы производства, вот там 43% ВВП расходовалось на, вот как раз на обновление основного капитала. Ну и как же тогда обеспечить научно-технический прогресс, если основная часть волового внутреннего продукта, что называется, проедается, ну и понятно еще при высокой степени социально-экономического неравенства, понятно, что проедается в том числе и в сфере так называемого паразитического потребления, когда она используется на доле ВВП, на приобретение яхт, дорогих вилл, замков, при том, что больше 10 миллионов людей в России до сих пор находятся в состоянии бедности. А это значит прямо недоедают, давайте вещи своими именами называть. Так вот, значит, 80% идет на потребление, которое не обеспечивает вывода из бедности десятка с лишним миллионов граждан России и в то же время всего лишь 21% основной капитала, что не обеспечивает научно-технического прогресса, а значит экономия труда рабочих и ведет к дефициту труда рабочих. Ну и чтобы уж совсем оценить сложную ситуацию, отметим, что если мы берем инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в процентном отношении к тому, что было в РСФСР в 1990 году, это не самый лучший экономический год для РСФСР, как вы сами понимаете, то эта доля составляет в 2020 году по отношению к 1990 году, то есть это называется 30 лет спустя, эта доля составляет 74,9%. Ну, короче говоря, капиталисты торговали, занимались этим, торговали продуктами, торговали созданными ими, станками, торговали предприятиями, торговали особенно активно всякими акциями, всякими финансовыми инструментами, очень они любили этим заниматься, это у них было на первом плане, вот они торговали, торговали и веселились. Вот теперь кто-то из них, возможно, и прослезился. Ну, кто? Вот те, прежде всего, кому нужно поручено государственно выполнять оборонный заказ. Да, и даже если это предприятия государственные и руководители это государственных предприятий не частники, но тем не менее мы с вами понимаем, что в условиях буржуазного общества государственные собственности – это коллективная собственность класса капиталистов. коллективная собственность класса капиталистов – это форма капиталистической, то есть частной собственности тоже. Вот настала пора у многих, так сказать, отрезвления, но, как мы видим, это отрезвление, опять-таки, за счет рабочего класса. В каком-то смысле в чужом первопохмелье переживает рабочий класс. Значит, инвестициями, обновлением производства буржуазия долгие годы не занималась или занималась совершенно в недостаточном размере. А вот теперь, вот, так сказать, последствия этого должен пожинать рабочий класс в виде сверхурочной работы. Ну, хорошо, вот капиталисты не занимались обновлением технической базы промышленного производства, но, может быть, они столько подготовили рабочих, что, ну, вот, сейчас даже на эти устаревшие станки хлынут рабочие, станки будут использоваться в три смены, да, и никакого дефицита, в принципе, тогда может и не возникнуть. Да, но, должен сказать, что, на самом деле, эти вещи были связаны. Капиталисты не занимались не только станками, они не занимались и рабочими. Почему? Они не занимались развитием производительных сил. А производительные силы, включая себя, как известно, как средства производства, так и рабочего, трудящегося человека, как основную производительную силу, как главную производительную силу. Ну, и тут, так сказать, нечему удивляться, если в 90-е годы реальная зарплата рабочих упала в разы, да, технического обновления не было, значит, условия производства только ухудшались, зарплата падала, то кто же пошел бы в рабочие в таких условиях? Ну, и молодежь старалась всеми путями избежать того, чтобы прийти в рабочий класс. В том числе, молодежь из рабочих семей, потому что родители рабочие видят такое бедственное положение, как-то вот любя своих детей и не видя перспективы изменений. Так, по-крупному, когда можно поднять зарплату рабочего класса, лучшие условия труда, вот не видя такой перспективы, значит, сильно рекомендовали детям идти в вузы, собирали последние деньги, чтобы обеспечить образование и чтобы как-то бы спасти их от этого труда. Поэтому ручеек, наверное, на порядок сократился, то есть тот приток в рабочий класс молодых кадров превратился в ручеек, сократившись, наверное, на порядок. И то, что вот сейчас делается и пытается снова делать, то, конечно, не может сразу восполнить вот это вот 20-летие провала в воспроизводстве рабочих кадров. Сейчас, наверное, может побольше даже, по времени я имею в виду. Сейчас открывают колледжи, создают специальные программы, наборы на бюджетные места 150 тысяч с перспективой приема 600 тысяч. молодых людей, чтобы они получили специальности, в основном рабочие специальности, и пошли на производство. Ну, это правильный курс, конечно, только успеют ли, что называется, они подготовятся, чтобы решать задачи специальной военной операции, вот без того, чтобы крайним образом напрягать силы нынешних рабочих. Это большой вопрос. Да и потом, а где гарантия, что люди, которые завершили профессионалитет, пойдут именно в рабочие, пойдут именно в промышленные предприятия? Это что, вот такая есть обязанность? Да? Не знаю. Это пока еще большой вопрос. Куда же они точно пойдут? Вот что, собственно, привлекало в сферу промышленного производства в рабочей профессии в советское время молодых людей? Привлекала высокая зарплата. Но зарплата сейчас тоже растет, но еще надо смотреть, она как вот в соответствии со средней, высокой. Причем, одно дело, заработок. Если вы работаете по 24 часа в сутки, то даже при невысокой тарифной ставке за час вы можете заработать такую большую сумму и скажете, ох, как выросла заработная плата у рабочих. Поэтому нет-нет, вы сообщите, сколько можно заработать за нормальное рабочее время. Ну, хотя бы 40 часов. Будем считать, что это норм. А юридически это норм. Так, по факту, она, конечно, безнадежно устарела лет, так скажем, на 60. Но по факту пусть даже вот 40 часов. Вот сколько можно за 40 часов заработать? Это вот действительно выше среднего по народному хозяйству или нет? Значит, в том числе и для квалифицированных рабочих. Да, потому что перспектива тех, кто сегодня приходит, стать квалифицированными рабочими. Вот чтобы они здесь задержались в производстве. В советское время, конечно, квалифицированные рабочие зарабатывали выше среднего. Но это еще не все. Значит, в советское время, например, если вы хотели получить квартиру бесплатную на свою семью, то куда надо было идти прежде всего? Надо было прежде всего идти на промышленные предприятия, на рабочие, так сказать, должности, да, работать по рабочей специальности. И рабочим давали квартиры в первую очередь. В первую очередь. Поэтому, конечно, люди понимали, что условия труда не ахти. Карьерный рост тоже какой рабочий, так сказать, у рабочего карьерный рост. Ну, от третьего разряда после ПТУ до шестого разряда. Вот, собственно, и карьерный. Ну, бригадир ему станет. Но, если, так сказать, ты стал рабочим, ты решил жилищный вопрос для своей семьи на всю жизнь. Но это был сильный такой магнит. Это сильный был фактор притяжения состава рабочего класса. А сегодня что? Ну, пошел ты рабочим. Пошел ты, так сказать, зарабатывать. Да, и даже тебе дали ипотеку, потому что ты работаешь в детсмены. Вот, зарабатываешь выше среднего по народному хозяйству. И что? Это гарантия, что ты и дальше будешь зарабатывать. Но люди понимают, что в таком-то режиме они, наверное, 20 лет ипотечного платежа не проработают. Да? Или так уж они просто думают, ну, ладно, ввязаться в это дело, а там будь что будет. Ну, что будет? Если вы умрете, то у вас от квартиры изымут. Ну, вы же не заплатили до конца. А как можно было тогда сейчас поступить? Вот сегодня интересная статистика есть. Впервые, значит, за последние годы 66 миллионов квадратных метров в новостройках остались непроданными. 66 миллионов квадратных метров. Давайте прикинем. Если одного человека, мы по норме такой прогрессивно берем, приходится 20 метров. Да, семья из трех человек. Ну, хорошо, 60 метров. Значит, смотрите, сколько тут можно было, оказывается, привлечь, сколько можно было бы поселить людей на эти площади. То есть, речь шла уже о миллионе, насколько я понимаю. Да? 66 миллионов разделить на 60 – это будет миллион семей. Вот скажите, дорогие товарищи, те, кто хочет получить жилье, вот что называется, сегодня на завтра, должны прийти в промышленное производство и отработать 20 лет. То есть, не платить 20 лет, а отработать 20 лет. Ну, вот даже мы сохраняем этот принцип такой, что вот, так сказать, обязательство такое. Ипотека – это же на 20 лет, ты на 20 лет обязан платить. А здесь 20 лет должен работать, зарабатывая деньги, так сказать, развиваясь в профессиональном плане в качестве рабочего. Пошли бы люди, наверное, нашлись бы миллион человек рабочих или желающих стать рабочими, чтобы вот решить вопросы семьи, молодых семей, чтобы они пошли бы на это. Но ведь даже никто не рассматривает, я уж не говорю 66 миллионов, но хотя бы 30 миллионов, но хотя бы 6 миллионов квадратных метров, как такой резерв привлечения молодежи в промышленное производство. Никому и голову не придет. Из современных, так сказать, организаторов производства, да и вообще организаторов общественной, социально-политической жизни в России. Потому что капитализм. Что говорить, что у нас нет возможностей материальных? Вот есть материальные возможности. Можно было быстро решить сегодня на завтра. Но в голову не приходит, потому что как же так? Люди затратили, я имею в виду, значит, капиталисты в сфере строительства. Такие средства построили эти дома. Вот они пусть пустуют. 66 миллионов квадратных метров. Кто-то, значит, ютится, кто-то там не может найти деньги на ипотеку. Как сейчас найти? Вроде там проблемы экономические. Все люди понимают, что, а что будет дальше, заботятся об этом, переживают на этот счет. Короче говоря, можно было бы использовать и этот фактор привлечения молодежи в рабочий класс. Но пока вот что-то... Не хотят использовать эту практику социалистического периода. Давайте использовать какую-то другую практику, но пока не видно. Какую-то другую практику использовать можно, чтобы резко увеличить приток молодежи в состав рабочего класса. Значит, приток в состав рабочего класса тоже, как мы видим, не сильно интенсифицируется. Значит, что же тогда остается? Что же остается бедному, в кавычках, капиталисту? Хоть частному, хоть государственному. Ну, остается как-то задействовать существующий ресурс труда. Ну и что приходит в голову? Прежде всего... Ну, прежде всего приходит в голову, что надо увеличить продолжительность рабочего времени. Значит, организовать вторую смену. Ну, вот мы и видим. Хотя, на самом деле, вот то, о чем говорил представитель ФНПР по Свердловской области, говорит не о двух сменах. Он говорил о том, что люди работают по 12 часов в одну смену. То есть, речь идет о том, что в одну смену 12 часов. Может быть, если ночную смену приходят по такому же режиму, ну, тогда это вот будет 12-12. Совсем, что называется. Хорошо. Вот на что пошли капиталисты после 30 лет, в общем-то, разбазаривания того, что было создано в советское время, и то, что создавалось в послесоветское время. В значительной степени разбазаривание. Хорошо. Даст ли сверхурочная работа тот эффект, на который рассчитывают нынешние капиталистические организаторы производства? Ну, можно отойти, так и пойти от обратного. Значит, вот посмотрим, что дает сокращение рабочего времени. И можно предположить, что удлинение рабочего времени дает противоположный эффект. Посмотрим, что дает сокращение рабочего времени. Здесь очень глубокий ученый по этому поводу писал, используя статистику капиталистической страны. Я говорю о Марксе и о разделе главе 13, простите, да, главе 13 машины и крупной промышленности капитала подраздел интенсификация труда. Интенсификация труда. Он пишет, по мере развития машин и накопления опыта среди собственно машинных рабочих естественно увеличивается скорость, а потому и интенсивность труда. Дальше он пишет, удлинение рабочего дня совместимо лишь с понижением степени интенсивности труда и наоборот повышение степени интенсивности лишь с сокращением рабочего дня. Сокращением рабочего дня. Спрашивается, Маркоз Физор говорит вопрос, каким образом труд интенсифицируется? То есть, каким образом в час времени втискается больше живого труда, который, как мы понимаем, это втискивание приводит к тому, что за единицу времени более интенсивного труда производится больше, чем за единицу времени прежней интенсивности. Если интенсивность труда в час повысилась два раза, значит за час будет произведено в два раза больше. Речь не идет о повышении производительности труда. Речь идет об увеличении выработки за час за счет интенсивности труда. Итак, каким образом труд интенсифицируется? Ну, вот сейчас, видимо, хотят интенсифицировать труд, поскольку с оборудованием важно, как мы уже отметили, что это пытается сделать, но это чуть не быстро будет достигнуто. Итак, первое следствие сокращения рабочего дня основывается на том самоочевидном законе, что дееспособность рабочей силы обратно пропорциональна времени ее деятельности. Поэтому в известных границах то, что теряется на продолжительности действий силы, выигрывается на ее интенсивности. Выигрывается на ее интенсивности. И дальше Маркс разбирает примеры. Вот капиталисты, значит, очень переживали, как же можно понизить 19-й рабочий день до 11 часов. Они же будут, так сказать, потеряют тогда в объеме выпуска и в прибыли. Ну, и дальше Маркс рассматривает примеры, которые были опубликованы в дружесной печати того времени и подытоживают. Значит, в этом случае за 11 часов производилось больше, чем раньше за 12 часов. Исключительно вследствие большей и равномерно распределившейся работоспособности рабочих и вследствие экономного использования ими времени. В то время, как они получали ту же самую заработную плату и выигрывали час досуга, капиталист получал прежнюю массу продуктов и сберегал уголь, газ и так далее, расходуемые на час. Значит, сокращение 19-часового рабочего дня до 11 часов как мы видим привело к консификации труда. Такое даже произвольное сами рабочие меньше стали терять времени, лучше распределять свои усилия и в результате не в замыке не потеряли, а капиталисты меньше тратили на на поддержание работоспособности машин, потому что час дополнительной работы машин, это расходы, как пишет Маркс, материалов, угля, газ, фух, на угле делались, паровые двигатели-то были. А сейчас, значит, электричество, читай, примитивно к 21 веку эту ситуацию, то есть издержки снижаются от сокращения рабочего времени на час. И выработка не упала, и издержки снизились. Как хорошо. А, значит, если мы идем от 11 часам к 12 часов, к 12 часов, то мы получаем обратный результат. Значит, издержки растут, вырубка падает, интенсивность труда падает, ничего там хорошего, ничего там хорошего, как мы понимаем, нет. Поэтому нормальный путь для капитализм, я имею в виду нормальный, был связан как раз не с тем, чтобы удлинять рабочий день, а чтобы в рамках заданного рабочего дня увеличивать интенсивность труда за счет увеличения скорости машин, за счет увеличения надзора и так далее. Маркс пишет по этому поводу, не подлежит не подлежит никакому сомнению, что когда законным законом у капиталиста раз навсегда отнята возможность удлинения рабочего дня, его тенденция компенсировать себя за это систематическое повышение, за это систематическим повышением степени интенсивности труда и превращать всякое усовершенствование машин, видите, появился стимул усовершенствовать машины в средство усиленного высасывания рабочей силы скоро должна снова привести к такому поворотному пункту, где становится неизбежным новое сокращение рабочего времени, потому что интенсификация тоже имеет свои пределы. То есть, вот вам пример того, как развивается производство, каталистическое производство со всеми каталистическими характеристиками, в смысле увеличение прибавочной стоимости прибыли, а развивается производство за счет сокращения рабочего дня, а не за счет удлинения рабочего дня, потому что теперь мы все позитивные эффекты, которые характеризовали сокращение рабочего дня, должны поменять на негативные. Если мы рассматриваем увеличение продолжительства рабочего дня, значит, если более рациональный расход ни рабочей силы будет менее рациональный. Если было усовершенствование машин для того, чтобы компенсировать себя за ограничение рабочего дня. Значит, теперь можно не совершенствовать машины и так далее, и так далее. Ну, хорошо, вы скажете, что не всегда бывает симметрично ситуация, что вот ситуация сокращения рабочего дня, она по своим эффектам может быть совсем не симметрична в ситуации увеличения рабочего дня. Да, и что мои предложения требуют проверки. Хорошо, давайте проверим правомерность предположений. По анализу, который был проделан тогда еще молодым ученым, впоследствии ставшим академиком Струмилиным, который анализировал работу советской промышленности в 19-е и 20-е годы. Что я хочу подчеркнуть? В 19-е и 20-е годы это советская промышленность, где промышленность, которая руководила рабочий класс, которая уже была национализирована, без капиталистов, то есть класс работал на себя, поэтому вся мотивация к производительному труду, к самотвержденному труду, вся уже была задействована. И оборонные предприятия работали, значит, на то, чтобы поддержать Красную Армию и отвести смертельную угрозу от Советской Республики в лице белогвардейцев и интервентов из 14 государств, которые присутствовали в это время, и не просто присутствовали, а воевали против молодого советского государства. То есть с точки зрения мотивации никакого желания отленивать там от работы и так далее в массе своей не могло быть в рабочих, потому что это были рабочие Советской Республики, которые воевали за то, чтобы отстоять эту республику от Белой Гвардии и от интервентов. Ну и в тех условиях тоже широко используют сверхурочные. И, собственно, что дало увеличение продолжительности рабочего дня за рамки того, что было установлено декретом Советской власти о восьмичасовом рабочем дне. Итак, вот данные, которые приводят в Струмилин. Он рассматривает последствия увеличения нормы рабочего дня с 7,8 часа до 8,9 часа, то есть увеличение рабочего дня на 14%. Он отмечает, что удлинению рабочего дня на 1% соответствует 1,5% снижения интенсивности для тех предприятий, где этот прирост, прирост рабочего времени наименьший, а там, где прирост рабочего времени наибольший, 1% увеличения рабочего дня соответствует 2% падения в интенсивности. Вывод делается очень простой и правильный, безусловно. Итак, чем больше рабочий день, тем выше интенсивность труда и обратно. Причем, как было отмечено выше, прирост рабочего дня отнюдь не уравновечивает соответствующего падения интенсивности. Но мало этого, увеличение рабочего дня вылечет за собой и другие весьма невыгодные последствия, а именно увеличение прогулов и заболеваемости рабочих. Вот объяснение падения выпуска, снижения продуктивности, струмильно связывается с тем, что в организме накапливаются вредные вещества, и вот это накопление не зависит от того, интенсивно или неинтенсивно. Вы трудитесь, вот он так это считал и так это объяснял, но объяснение, может быть, современной медики тут более точное, но факт того, что прирост рабочего времени сопровождается опережающим снижением интенсивности, а следовательно и опережающим снижением выработки факт-то был установлен. Ну, а что касается дополнительных последствий, то он и прямо пишет, что менее добросовестные работники увеличивают сами свой отдых прогулами, а более добросовестные заболевают. Вот интересно знать, на тех предприятиях, я имею в виду сегодняшние предприятия оборонных, где увеличивается продолжительность рабочего времени, ведется точный учет выработки, в зависимости от продолжительности рабочего времени, ведется ли точный учет уровня соблюдения трудовой дисциплины, прогулов, заболеваемости, чтобы можно было ответить на вопрос, насколько оправдано вот такое длинение рабочего дня. Я должен сказать, что, наверное, действительно, вот именно в данный момент, именно в момент, что-то изменить сложно и в смысле организации рабочего процесса, и в смысле оборудования и так далее. И поэтому в такой ситуации остается одно прибегнуть к использованию сверхровочных, как это было, значит, в 19-м и в 20-м году. Но все-таки надо принять во внимание, что в 19-м и 20-м году ситуация была несколько другой. Дело в том, что с 14-го года шла империалистическая война, которая в значительной степени и разорила производительные силы Советской России и потребовала от рабочих напряжение. И это напряжение, в общем-то, осуществлялось, так сказать, взрастало на протяжении практически четырех лет войны, а потом, после короткой передышки в период Брестского мира, значит, это напряжение снова взрастало в условиях гражданской войны. То есть, и здесь, конечно, была своя особенность. Хотя, еще раз говорю, что все-таки отметим, что была совершенно другая мотивация. Это мотивация людей, которые отстаивали завоевание своей власти. Сегодня ситуация все-таки другая. У нас такого напряга большого не было на протяжении многих лет. Казалось бы, по крайней мере, по статистике. Но, к сожалению, вот это статистическое благополучие не отражает того факта, что очень многие, на самом деле, промышленные предприятия задолго до специальной военной операции работали в режиме от 6 дней по 19 часов. Например, я в одном из откликов на свое выступление по каналу Фонда Рабочей Академии получил именно такую картину. Так что, к сожалению, в этом смысле тоже не очень-то большой запас свежести у нынешнего рабочего класса. Но даже если он и есть, то мы с вами понимаем, что это не может быть постоянным фактором. А постоянным фактором должно стать, прежде всего, совершенствование организации производства. И для этого требуется как раз сокращать рабочее время. Постоянным фактором должно стать использование активного научно-технического прогресса для обновления станков, оборудования, технологий. И это надо уже использовать, что называется, сегодня-назавтра. Этим заниматься всерьез. К сожалению, отметим, что Центробанк, сохранив ставку в 7,5%, этот процесс опять затормозил. Если уж не полностью, то, по крайней мере, затормозил. К большому сожалению, опять интересы Центробанка господствуют над интересами развития отечественного производства и в сегодняшних условиях оборонного производства. Ну и, соответственно, конечно, надо привести в нормальную ситуацию эту ставку, под которой Центробанк дает кредиты коммерческим банкам, а, соответственно, коммерческие банки должны давать совершенно по-другим процентам свои кредиты, с тем, чтобы можно было развивать производство на новой технической основе. Разумеется, надо заниматься обучением, формированием новых рабочих кадров и, как я уже говорил, для того, чтобы эти рабочие кадры действительно связывали свою жизнь с производством, нужно давать льготы в социальном плане, ну, например, в плане обеспечения жильем, сопоставимые с теми, которые давали, представлялись молодым рабочим в советский период. Вот тогда, вот тогда, значит, будет гарантировано развитие российской промышленности и, так сказать, задачи будут решены специальные военные операции, экономические, я имею в виду, и по ее завершению будет успешный рост, а этот рост, как вы сами понимаете, необходим для того, чтобы у наших врагов не было желания, напасть на нашу страну. Поэтому, подытоживая, можем отметить, что, отвечая на вопрос, который вынесен с головок в моем выступлении, что удлинение рабочего дня, сверхурочные работы могут помочь, если могут помочь, решению задач специальной военной операции только на очень непродолжительный период. И поэтому надо заниматься более фундаментальными вещами, прогрессивными вещами, которые обеспечат развитие отечественного производства и сегодня, и в будущем. Вот на это надо обратить внимание, за это надо бороться всем политическим силам, за это уступает общественное объединение Рабочая партия России. И поэтому тех людей, которые хотят участвовать в этой борьбе за развитие отечественного производства, я приглашаю вступать в Рабочую партию России. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин